Доброе утро коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда 25 апреля и начинаем нашу разборку всегда с пары евро-доллар. На текущий момент тенденция по паре евро-доллар в рамках часового таймфрейма сохранится нисходящее, но мы видим некоторые замедления в нисходящем движении, которое у нас было сформировано вчера. Вчера мы фактически закрыли день выше открытия. В случае завершения коррекции мы увидим закрепление выше максимума вчерашнего дня, который был зафиксирован на уровне 1.2244. Именно там сейчас находится ближайший разворотный уровень для нисходящей формации и после этого мы можем уже ожидать вероятность возвращения к тенденции восходящей движения в области 1.2415 и 1.2549. Но пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется. А по паре британский фунт. Американский доллар также на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется, но мы уже с утра видели торговлю вблизи максимальной значения вчерашней торговой сессии. Если британский фунт сможет закрепиться выше отметки 1.3988, то также мы можем ожидать возобновления роста с целями до 1.4383. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется и в случае обновления минимальных значений мы получим подтверждение сохранения и продолжения нисходящего движения. Пара американский доллар, канадский доллар также сохраняет свое восходящее движение. На текущий момент мы видим некоторые замедления также в росте. Подошли к уровню сопротивления область максимальной значения вчерашней торговой сессии и 23 апреля. Пока его преодолеть не смогли. В том случае, если пара американский доллар, канадский доллар сможет уйти ниже отметки 1.2811, это минимальное значение вчерашней торговой сессии, то с текущих уровней мы можем ожидать движения нисходящие с целями до 1.2617 и 1.25 соответственно. По паре американский доллар, японская иена, тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста это уход выше максимума вчерашнего дня и движение на 1.10985. Ну а в том случае, если мы увидим закрепление ниже минимального значения вчерашней торговой сессии, которое было зафиксировано на уровне 1.10854, то будем ожидать уже начала нисходящей тенденции в области 1.10676 и 1.10570. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает свое движение нисходящее. В отличие от тех пар, которые мы сейчас посмотрели, австралийский доллар обновил минимальное значение, которое было зафиксировано вчера, что пока сохраняет тенденцию нисходящую. Ближайшие цели это 1.7529. Ну а разворотный уровень отмечаем на максимальное значение вчерашней торговой сессии это отметка 76.21. Если австралийц сможет закрепиться выше данного уровня, то также вероятно начало восходящего движения с целями роста до 78.14. А по паре евро-фунт на текущий момент тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста это уход выше отметки 87.77 и движение на 87.90 и далее на 88.50. А ближайший разворотный уровень пока отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы во вторник и в среду, понедельник и вторник, прошу прощения, на уровне 87.41. А золото на текущий момент продолжает свое движение нисходящее. Мы также в среднесрочной перспективе подошли к уровню поддержки на отметке 1321 доллара за тройскую унцию и вероятность отбития от этого уровня будет довольно-таки высокой. Но опять же важно всегда получить подтверждение. И подтверждением отбития в данной формации будет закрепление выше отметки 1332. Это максимальное значение, которое было зафиксировано вчера. Поэтому именно там сейчас и отмечаем ближайший разворотный уровень для анализ начала покупок с целями роста до 1358 и 1370 соответственно. В том случае, если золото уходит ниже отметки 1321, мы получаем продолжение нисходящего движения, то есть его сохранение с целями до 1313. Нефть марки Brent на текущий момент продолжает свое движение восходящее. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальной значении 23 апреля это отметка 7326, а ближайшие цели роста это уход выше уровня 7580 и движение по направлению 7760. А по индексу DAX вчера во второй полной торговой сессии мы увидели уход ниже минимальной значения 23 апреля, закрепились за данным значением, что в рамках часового таймфрейма нас вновь возвращают к фазе нисходящего движения по данному активу. Цели по снижению это область 12350 и далее движение на 11732. Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений вчерашнего дня, которые были зафиксированы на уровне 12653. Ну и биткоин продолжает свою тенденцию восходящую. Ближайшие цели роста это уход выше максимальные значения, которые были зафиксированы сегодня на уровне 9700 долларов за 1 биткоин и далее движение по направлению 10800. Ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы 23 апреля на уровне 8735. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Усяков Роман. Всем желаю хорошего торгового дня. Напоминаю, что сегодня в среду у нас состоится большой вебинар с приглашенным экспертом. Игорь Веленчик проведет вебинар для клиентов компании Admiral Markets, расскажет более подробно о техническом анализе. У Игоря опыт в финансовых рынках более 23 лет, поэтому ему есть много что рассказать. Зарегистрироваться на вебинар вы можете на сайте Admiral Markets в разделе обучения и вебинары. Вебинар пройдет сегодня в 18.00 по Москве, Таллинн, Киеву, Риге. Всем спасибо за внимание. Также напоминаю, что если вам нравится видео, не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем спасибо и до свидания.